Это воркаут фристайл. Каждому дается по полторы минуты. За это время можно исполнить любую комбинацию элементов. Николай из Гостогаевской. Ему 15. Воркаутом занимается два года. Начал потому, что некоторое время жил в месте, где не было быстрого интернета. Сейчас использует глобальную сеть для связи с единомышленниками и поиска интересных упражнений. А занятия стали неотъемлемой частью жизни. Бывает после школы. Раньше приходил, у нас в Гостогае турники рядом со школой были. Я просто после школы подошел, подтягивался, всякие трюки для себя поделал. Это уже зависимость. Краевые и городские власти в целом за такую своеобразную зависимость, как альтернативу вредным привычкам. В регионе сделали серьезную ставку именно на уличные виды спорта, в том числе из-за их доступности. Данное мероприятие является именно показателем в том, что у нас дворовой спорт движется, развивается, ставятся площадки. Это доступный спорт. И сегодня у нас здесь есть наши анапские дворовые спортсмены. Мы позвали друзей из города Темрюка. В Анапе и сельских населенных пунктах действует 14 подобных площадок. Постоянно появляются новые. Их закупают и устанавливают как на бюджетное средство, так и на деньги спонсоров. Этот комплекс на территории скейт-парка. Если прийти сюда утром, то всегда здесь можно найти любителей спорта, любителей такого силового спорта. И это место, я говорю, очень удобное в городе. Оно доступное для всех. Очень хорошая здесь приятная атмосфера, потому что парковая зона. Здесь прогуливают, сюда заглядывают у нас много в курортный сезон. И кто приезжает в город, нам отдыхать. Открытие новой площадки приурочили к приезду в Анапу поезда здоровья. Краевой программы по популяризации физкультуры и спорта. Здесь же прошли отборочные соревнования по воркауту. Помимо фристайла в программе троеборья из классических упражнений. Брусья, отжимания, подтягивания. По три победителя представят город на соревнованиях в Краснодаре. У анапчан серьезные виды на призовые места. Иван Харли считает, что воркаут вполне себе прикладной вид спорта. Саморазвитие. Тренирую физическую силу и силу духа. Выносливость. То есть, если я буду работать где-нибудь, где нужны физические нагрузки, то мне это поможет. На скейт-парк прикрепляют таблички, которые сообщают о том, что площадка временно закрывается. В ближайшие дни здесь будут устанавливать новое оборудование для любителей скейтборда и роликовых коньков. Таким образом, площадка станет многопрофильной, а значит еще более популярной.